итак всем привет народ с вами оракул вечность и как обещал сейчас мы будем сейчас я буду показывать бой тот самый бой просто красивейший самый последний последний бой который я совершил в питере уже после этого я гулял и потом поехал домой так нажимаем посмотреть повтор здесь играли мы да кстати играл я замысел в мой напарник олег ос из клана олег он сказать приятно очень парень всем бы так в этом плане вот ну ладно не будем то есть мы с ним играли вместе против свебов и лузитанов вот здесь вы видите составы мой состав и состав оппонента как мы вообще планировали планировали что располагаемся здесь и здесь и вот так окружаем противника с двух сторон наступаем но все пошло совершенно необычным образом потому что расстановка соперников постановка противника не дала нам осуществить первоначальную задуманную тактику стратегии тактику действовали мы в результате иначе действовали спонтанно но получилось все очень даже неплохо соперник сам первый пошел в наступление и из-за того что они были больше склонены на правый фланг сейчас вы все это увидите и вот как видите вы даже уже по карте постановка здесь мои войска здесь паска войска моего союзника он расставился как обычно типично расставляются ребята из кланов чтобы играть через контроль надо переучить его от этого пока не поздно но вот и соперник соперник расположился просто весь слева с левой стороны на левом фланге то есть здесь моим союзником все практически пустое сколько конница для отвлечения то есть для отвлечения его сильно ну и разумеется сзади я сразу кидаю замаскировал здесь своих застрельщиков застрельщиков китулов и расположен здесь чтобы они быстрее выскочили первая моя задумка была резко ударить прачником как-то потрепать сильнее гораздо бросился но у меня германец замечает германии останавливается прачники разворачиваются все равно бегут назад здесь конницу я отвожу и думаю нужно расстрелять генерал то есть юзитанская знать сильный генерал он отстал сильно думаю если я сейчас его убью заодно да вот я и в прачников врезаюсь ах моя конница бьет прям лупит лупит погибают это слабо конечно погибают но потому что конница легкая здесь конница по шее получает отстрел от прачников тоже здесь я совершаю просто безумный маневр я не знаю как он меня не успел всеми силами откидать дротиками моих несчастных гитузов просто им еще конница мог зажать не успел я цепляю краешком это его сразу зарезали как ну и расстреливаю я лузитанскую знать как могу успеваю 28 и все равно в дальнейшем кстати эти отряды отряд набьет довольно хорошо по противнику набьет хорошо моего союзника здесь я убегаю то есть он на скутаре в кузе танец варвар перевозят на меня и он выводит кантабрийскую кавалерию если мне вот здесь вот вообще никто не был опасен практически даже вот эти вот ребята германские разведчики со скоростью 12 то вот эти ребята они уже представляют для меня более высокую угрозу из-за защиты ближневые 54 у моих защиты 37 всего лишь вот и броня то есть и скорость у них такая же то есть вот эти ребята они могли догнать меня спокойно наравне держаться и закидывать копьями урон 41 урон 41 что у меня что у них то есть по идее в соревнованиях в перестрелке перестрелки эти отряды посильнее будут вот английская кавалерия четыре рода русского моих мы с 35 статью наружим побольше но все же сцепляют мою кавалерию не 63 71 5 и 58 расстреливать еще как-то умудряюсь 70 более-менее такое на равных содержалось и кавалерию я свою решаю перевести то есть куда быстрее он кидает здесь силу и бегать то есть видите одна кавалерия прям реально отвлечение соперника отвлекающие маневры здесь я замечаю то есть вот увидите построение германца он идет на меня я все глубже в лес ухожу лесник вот обожаю именно в лесу быть то есть лес мое преимущество прямо и здесь пытается меня обойти партизаны то есть они уже заходят сюда пытаются кружить со всех сторон я уже располагаюсь они все меня окружают все сильнее фронт у них растягивается вот так вот ты мне остается только естественно принимать удар распролагал располагаться вот так вот мой союзник тем временем как-то вот здесь пытается вот успевает дойти вот плюс его конец вот вся отвлекает ведь вот этих сил он боится они разумеется эти силы пугают его если они залетят могут разбить всех прочь там уже моя даже не бегут и так что происходит здесь вот их пропустил я к сожалению пустил ребята жалко партизаны на них напали то есть маякова моя кавалерия сразу напала вся она их разбила поставьте мне дизлайк за то что я пропустил однако здесь моментов будет очень много разных красивых все доедают еще этих ребят отряда немножко прокачались отряд генерала даже и что здесь происходит с этой стороны идут в основном мечники с круглыми щитами и давшие клятву крови здесь вообще расположены и берские мечники лузитанов тут их прачники дальше я кидаю все свои войска отряды здесь летит у меня кавалерия кавалерия пытается именно врезаться ребят все одновременно происходит там сбивают кавалерию она налетает тут налетает кавалерия просто сметает всех давших клятву крови здесь дротиками закидывают меня тут входит легионеры в бой с сибирскими мечниками у берких мечников здесь шанса нет сразу и уничтожает еще из получается так что я с горки нападаю играю сразу против двух противников здесь здесь моя конница проходит здесь начинает уничтожать бой получается здесь здесь копейщики вот она дерутся и против легионеров пустыни и против нумидийской кавалерии моей вы против нумидийской пехоты и кавалерия заходят вот здесь здесь мечники идут мастера меча кстати заметьте они все измотан и измотан и измотан и измотан и ребята сражаются против моих активных и свежих воинов разумеется свежие активные поражение серпит потому что нация не осуществили до вещи вот на мастера отражать на здесь моя конница летает просто мастеров меча спины я бить не стал этот отряд запустил сразу здесь тут моя кавалерия все быстро происходит прям трудно очень валерия поедает здесь кавалерия проходит через прогал и начинает уничтожать в прогалах то есть победа здесь мои легионеры пустыни уже прошли дальше уничтожили и бирских мечников вы дерутся против ветеранов щитоносцев то есть конницу вся моя здесь иконы застрельщики вот они они помогают расстреливать даже дальше всех кто сюда проходит из конницу я увожу после удара 152 мастеров участвуются покалечены со снятой броней здесь конницу кидаю на прачников тут уничтожая прачников здесь круглыми щитами бьется моя конница мои намидийские намидийцы в доспехах здесь генерал данный которого я уже плюнул устрашением чтобы он не использовал никакие скиллы и обилки вот и тем не менее то есть здесь моя конница хорошо бьет по генералу 160 мастеров мяча прям вот в спину залетает просто волшебно прекрасно здесь мои отряды добивают расправляются то есть вот бегать моя кавалерия 36 всего лишь кидая всадников здесь 54 убитых то есть тут круглых мечей добиваю здесь также летит бой идет то есть колесницами пытается мой союзник резать много всего здесь до конница проходит прачником начинать отреблять прачников у пикинеров пики он не включил еще пока для манежности оставил здесь конницу он набивает и германских всадников разведчиков и прачники вот здесь бегут уже иберски уничтожены здесь бегут пройти бежит противник мечи с круглыми щитами проиграли всем моим легионерам вот тут у меня прогнали отряд на медийской пехоты h3 отряда сразу вот сюда и на помощь веду отряда сюда этот отряд я вам подтягиваю обратно атаковать то есть здесь он располагает тут я свои бегу быстрее полагать юнитов здесь мои отряды дрожат то есть слоны уже подошли африканские большая часть юнитов того здесь расположенную когда они правда не поборолись с кантабрийской кавалерии но видимо забороле и не знаю либо на спряталась там скорее всего потому что потом она по моему появится здесь последнее столкновение с германцем идет то есть вывожу из боя генерала вожу были генерал в пустыне то есть уже своих легионеров против его генерала мастера меча копейщики вот она эти ребята ватана или вот он ведь я пытаюсь генералом именно дойти до бежать уже что-то сделать валерий он свой всегда овой думаю бегать не буду ладно и возвращаясь сюда дабы генерала моего еще не расстрелять судись кавалерия доедает прачников там моя вот смотрите здесь я свою на медийскую кавалерию легких застрельщиков гитулов бросая быстрее на кавалерию всадников-разведчик в принципе в бою они должны быть ну даже не на равных принципе они сильнее чем эти ребята не поплатится но скорость нас на себя знать все равно здесь я завожу генерала в тыл то есть генералу здесь помогли да вот умер полководец здесь погибает у германца полководец вот однако эти отряды песчиков вот он или вот она скажите мне потом как правильно чтобы я русский лучше знал у них образец для подражания то есть они особо не теряют боевой дух они сами как отряд генерала поэтому здесь сметая в спину этих копейщиков генералом уже здесь мои юниты борются здесь и тулы пытаются крошить всадников-разведчиков ему нужно было оставить здесь ними драться тогда вон их забил но он решил пойти атаковать в тыл легионеров я здесь успеваю развернуть они принимают натиск частично да принимает кто не принимает все равно дрожат уже все и копейщики здесь и здесь то есть они уже истощенные отряды просто истощены у меня всего лишь уставшие ну вот а он бежал прямо наверх сюда у него отряды истощенные генералом уже убил 400 с лишним людей 400 германцев вот там все отряды дрожать начинают здесь уже дрожит каузитанская знать мои медийцы в доспехах кавалерии и здесь то есть уже орудие ты здесь бьет во все стороны вон все уничтожают здесь погибают последние силы германцы большие потери у меня 7 легионеров 49 остается прям сто шесть восемьдесят вот кавалерия еще живая живая живой естественно генерал генерал просто здесь у меня вон отряд вот отлично прям поймал хороший момент сбегает уничтожает всадников все они убегают просто сразу же и все на этом то есть битва заканчивается что у нас здесь здесь нас еле заметно дальше живу греки вот так давайте закончим повтор посмотрим все 494 вот они мои немедийские всадники сколько набили просто прекрасно себя показали каждый отряд абсолютно потому что против легкой пехоты и лузитанов сражались он и бирские мечники с малой броней и прачники прачников били с малой броней вот так же они сражались и против давших клятву крови 17 здесь они били и сбивали германских прачников легионера сражались против германских отрядов дальше клятву крови круглых мечей сражались против копейщиков вот оно по-моему, вот она говорится правильно, ну ладно, поставьте мне ударение, прям напишите гневно как я должен произносить вот здесь же у меня отряды некоторые показали себя не полностью, видимо вот как раз эти нумидийцы нарвались где-то на ветеранов-щитоносцев кстати, заметьте, отряд, который луизитанский знать, я вначале расстреливал тоже очень неплохо себя показал 326 юнитов уничтожил вот, убийства мои 3500, 3600 практически я набил, уничтожил противника даже, то есть, корные застрельщики икитулов показали себя хорошо вот, для пионера, то есть, прям красивый наиболее красивый бой, просто красивейший красивейший бой вот, это прям как копировка Римса Римс бывало говорил неправильно, и я вот теперь вот это повторяю, я тоже говорю неправильно, чушь всякую несу, будто я не русский, хотя русский конечно славянская, частично арийская и так, вот здесь то есть, тренсийская конница у парня набила довольно хорошо, слоны набили хорошо и слоны еще в живых остались колесницы, да, ну, велика вот но, все равно пострадали довольно сильно прачники, к прачнику как раз пробрались вот эти вот конные скутарии, поэтому прачники себя не реализовали не реализовали реализация кантабрийская конница да, он видимо ее расстрелял как раз этими и этими ребятами, там кто еще был вот, то есть ликвидировал он ее сильно, она не набила не нанесла урон, вот прям второй ролик снимай, еще раз показывай, давайте смотри что там делается а здесь, то есть, экипетская пехота ну, в принципе, она не должна была много убить, а зато все сильные отряды, они вон выжили то есть, такие, карастрские пельтасты слоны, конница, вот это более-менее такая, пикинеры некоторые отряды живых остались, то есть, еще, грубо говоря они могли сражаться и сражаться и вдвоем, думаю, вместе могли убить еще примерно тысячу человек а то даже и полторы ну, если было бы их больше, например по составам то есть, можете все рассмотреть посмотреть, продолбить да, кстати, ребят, сразу говорю я не очень люблю вот эту вот всякую рекламу которая вначале возникает вот, однако, хочу рассказать о своей группе это группа просто с мемами вот, что там происходит вот, то, кому не интересно, можете уже в принципе, выключать, но группа с мемой то есть, ведет пир из нашего, с нашего сервера вот, и здесь, то есть, ребята как только обнаружили мое лицо, когда я приехал из Питера, они давай строгать мемы с моим лицом вот все знают, что я не играю на картах с полем, где поле так вот, не метацена здесь так он не добавлял мем еще нет, добавлял некоторые некоторые мемы он пропустил не успел, видимо, добавить вот, то есть, я не боюсь никого но та штука не метацена пугает меня вот, автор мемов крас также, эти все мемы можете просмотреть это вот, исторический мем опять же, мое лицо девушка лежит и якобы в Рим играю поставьте лес, осады не играю тоже мне очень сильно прикольнуло это просто шедевр где я такой сегодня, зря-то не захотел играть в лесу Наполеон Тоталвар опять, моя физиономия ну зачем я решил с ним играть в Тевтобурском лесу и везде мои лица бегут я вчера просто смеялся, не мог остановиться я в какой-то истерике пребывал ну, вот этот мем конкретно я придумал то есть, игра с вечностью на не метацене первая карта, то есть ага вечность на не метацене потому что не бывает но если смотреть на баланс сил где же вечность и вот, вечность даже, даже вечность сможет спрятаться даже здесь даже на такой карте то есть, здесь, здесь во всех лесах нужно было понатыкать этими точками ну, здесь уже такие более спокойные мемы ну, вот это вот уже идеологически это поймут те, кто слышал об этих стычках, так сказать провокаторы и те, кто любит, так сказать, себя покричать, грубо говоря любят вот такие вот ребята так, на этом, в принципе, все наверное, я ролик завершаю что-то еще я забыл да, что-то тут где-то показывали еще были мемы, что я ору на кого-то где-то, что-то, но я обычно ни на кого не ору мне же уже не 16 лет 16 лет, а там бывало, когда проиграю а, разозлился, ударил компьютер рукой теперь-то я адекват, адекватный ставьте лайк те, кто такой же, как я, неадекватный кто-то уже бил компьютер рукой ну, а те, кто не бил, просто молодцы так, на этом все в принципе, видеоролик заканчиваю до встречи в следующем видео, ребят а, нет, 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 стоп, не до встречи ребят, ни в коем случае еще раз рекламу насчет группы можете написать пиру это пир, как раз админ группы и это и админ той группы то есть один из админов те, кто хочет делать свои мемы вы можете делать свои мемы присылать их пиру, он будет их размещать здесь и вы будете смотреть, кто как царит ваше авторство именно кто как смеется с ваших мемов то есть вы можете рождать, делать свои мемы и отправлять их сюда вот, на всеобщее обозрение вот теперь на этом все, парни теперь счастливы теперь уже до следующего видео субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok